Дорогие друзья, подписывайтесь на мой Бусти, куда я выкладываю эксклюзивные видео без цензуры. Я уже больше месяца на Филиппинах наснимал огромное количество контента с девочками, все без цензуры, все как вы любите. И все это на Бусти. Ссылочку на Бусти вы найдете в описании к этому ролику, там же вы найдете ссылочку на мой Телеграм-канал, куда я тоже рекомендую подписаться. А сейчас поехали. Слушай, я не очень понимаю. Эти цветы от тебя нет, эти от тебя нет. Про эти я вообще молчу. Так что о каком свидании может идти речь, я в целом не понимаю. Ты должен выиграть. О, у нее еще какая-то малая там. Вообще, чтобы увидеться с моей сестрой, нужно сумку Эрмес, Кортье, Роликсы и давайте вдобавок пионы. Так что гуляй, милый. С малых лет воспитывают потребительница, эксплуататор ж оленяк, погонщица оленей. Маленькая, а уже давай, давай, линяка, работай, Эрмес. Как вы думаете, она будет мамой или не будет мамой? Она женой будет или не будет женой? Ответ очевиден. Это и не мама, и не жена. Ну, в лучшем случае, один ребенок и несколько покалеченных мужских судеб. Несколько. Потому что один будет платить, другой пытаться воспитывать, и ей будут там другие. То есть, это просто разрушительно для общества. С этим разве кто-то борется? Нету. Они снимают эти 10 тысяч инфоцкамерш, продолжают снимать миллионы видел в месяц. Ну, просто чудовищно. Какой кошмар. Не связывайтесь, ребята. Думайте головой, не головкой. Следующее видео. Сейчас была на кассе в детском мире, и я наблюдала просто ужасную картину. Что делать, если мужчина не хочет платить? Это катастрофа для ЧСВшки и пустожорки-то, ну. Кстати, я ее вижу уже не первый раз. Мужчина и женщина с ребенком. Наступает время им платить. Мужчина делает несколько шагов от кассы. Встает в сторонке. Ну, правильно. Пусть она платит. Она обязана платить. Она сильная, независимая. В эпоху победившего феминизма. Пущай платит. Женщина ему говорит, ты что так далеко встал-то? Иди сюда. На самом деле она ему говорит, ты что ушел-то? Кто будет платить? А, то есть она, она, еще раз, она как сказала? Что она, что типа заплати или все-таки нет? Он ей на это отвечает. Ну, что я буду там стоять? Там люди еще. Правильно. А зачем там стоять-то? Плати сама. Что, как бы, что я буду стоять? На самом деле он ей говорит, что я-то буду платить? Плати сама. Правильно, правильно говорит. Она обязана платить. Что происходит на самом деле в голове у женщины в этот момент? То, что она не заработала, видимо, у нее происходит. Надо идти работать. Она должна шустрить, зарабатывать, чтобы обеспечивать. Мужчина-то. Мужчина, это не бесплатно. Милая, это за денежку. Давай работай. Он вообще ничтожество. Думает она. Я с ним в абсолютной небезопасности. Небезопасность. И это про... Да что у вас всех одно и то же. Ну, придумал кто-то. Небезопасность. Милая, ты в небезопасности. Медведя за тобой. Медведя под названием работа гонится, да? Медведя под названием заплати за себя сама гонится. Бедная, несчастная, трясется. Спасите от работы. Спасите, помогите. Я не хочу раб. Я богинька. Мне же рассказали инфо с камерой запрещенного инстаграма. У меня же писечка. Мне за это все должны. Никто тебе ничего не должен. Иди работай. Работай. Тяжкий, тяжелый, многолетний труд. Путь к счастью женщины. Иди работать. Ладно, тут все понятно. Базовая небезопасность. Вообще, у меня слов нет. Что только эти мошенницы не придумают, чтобы облапошить лохушек, наобещав им мылонеров и продав свои говнокурсы совершенно бесполезные и мошеннические. Ужас просто. Ребята, с ними не связывай. Они зомбированные. Они все это смотрят. Это их десятки миллионов в подписчиках, в подписчицах, у этих мошенниц. Не связывайтесь. Обворуют. Это воры. Самые настоящие воры. Воровки. Вот так вот. Следующее видео. Как вы считаете, почему не жениться холостяки? А некоторые вообще предпочитают уйти в работу, не заводить никакие отношения. Ну, максимум, там, какой-нибудь гражданский брак. Сейчас объясню, почему. Такие люди часто контрзависимы. Это люди часто с очень жесткими границами. Это люди, которые боятся подпускать к себе слишком близко. И они держат людей как бы на расстоянии. Так как в них живет травма, что их могут бросить, что их могут оставить, что им могут сделать больно. Их чувства часто заморожены. Свои чувства они отрицают, опровергают и постоянно подавляют. И каждый раз, когда кто-то пытается с ними поговорить о чувствах, у них возникает ощущение, что вы над ними издеваетесь. И для них проявление чувств очень болезненно, так как они для них закрыты. И поэтому... Боюсь, 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 боюсь. Мы все лучше, чем с вами, милые представительницы. Нам вот прям классно, комфортно, здорово. Все вопросы легко и просто решаются. И самое главное, все деньги остаются нашими деньгами. Работаем мы для себя, любимых. И все у нас классно. Все, зайчик, давай, я уже буду в банке, а завтра мы выйдем. Все, давай, пока. Люблю тебя. Прокатило. Алло, Наташ, ну все, короче, я такси вызываю через пять минут у тебя. Ну, как говорится, муж в дверь, жена в дверь. Совершенно нормальная, можно сказать, стандартная ситуация. Вообще все эти ребята, которые работают где-то на вахте, а их жены предоставлены сами себе. Это же, ну как и можно это не понимать, что там происходит? А там происходит прям вот по полной программе, без установки вообще. Вот сто процентов. И это просто, ну, смешная постановка в ТикТоке. Но это правда. Это правда, ребят. Не надо так делать и вестись на это вообще абсолютно. Вообще в ЗАГС не надо ходить. Ну да, сейчас, возможно, будут подорваны пердаки всех, кто ненавидит меркантильных. Ну, так они называют девушек, которые очень ценят себя и свое свободное время. Но за себя могу сказать то, что я никогда не приеду на свидание на своих двоих. Даже если я буду жить в этом центре, я никогда не приеду на свидание на своих двоих. Ну, серьезно, это дело принципа, да? Просто потому, что я очень плохо б**ная человека, его интересы. И, ну, как бы, я очень люблю и ценю свое время, которого у меня очень мало. Да, и поэтому его надо максимально дорого продать. Нилы и мои дамы, уважаемые представительницы прекрасного пола, вы понимаете, что всему есть свое название. Если вы торгуете собой, то это называется просто проституция. В этом нет на самом деле, ну, на мой взгляд, чего-то такого ужасного. Да, это кривая дорожка, да, зашкварненько, но ужасного нет. Ужасно то, что вы врете людям, обманываете. Говорите, я не такая, я приду на свидание. Не на свидание, а продать себя дорого я пришла. Покушать на халяву я пришла, понимаете? Я пришла посмотреть, готова ли за меня переплатить тысячекратно, чем я стою на самом деле. Вот это так называется. Ты пиши сразу, свидание 10 тысяч рублей, мне денег закинь. Мужчина, он сам решит, нужно ли ему это или не нужно. Ну, он согласится. А нормально, адекватный мужчина, он просто пойдет и в 10 раз дешевле как бы решит все свои вопросы. Я думаю, даже с более привлекательной представительницей. Потому что мы прекрасно знаем, что там еще и все зафильтровано. В тиктоке там наложили фильтры, задний фон дешманский, замазали фильтром. Да, наложили фильтры на внешность, чтобы это выглядело максимально суперлюксово. Мы знаем, как фильтры работают, а если их отключить там вообще? Прям, прям может быть очень-очень все печально. Не так все позитивно. Ой, кошмар, ребята, не связывайтесь. Многие пишут, что там у тебя дети, там, да, ну это страшно, это даже было такое, что писали, это абуза, что не каждый может взять ответственность. Ну, давайте я задам вам встречный вопрос. А зачем мне нужен такой мужчина, которому дети станут абузой? Вы знаете, меня с самого детства воспитывали, что мужик – это ассоциация слова и поступка. Что мужик сказал, мужик сделал. И что настоящего мужика никогда не напугают дети. Вы о чем говорите? Дети – это наше счастье, дети – это смысл жизни. Но почему ваши дети должны стать смыслом жизни другого человека, который к этим детям никакого отношения не имеет? Вы же выбрали мужчину, вы с ним это самое делали. В ЗАГС с ним пошли, родили от него. Так там и живите там. Там с ним будьте. Тем более дети. Несколько раз это происходило. Так там с ним и будьте. Зачем вы там рушите все, уничтожаете вот эти все отношения, пилите, вынимаете алименты, выгребаете. А потом идете к следующему. Там рушить, коверкать жизнь, калечить мужчину, другого. Зачем вы это делаете? А потом мне такой не нужен, неадекватный, здоровый мужчина. Он на пучечный выстрел не подойдет никогда. Он понимает, что все, там семейная история, она там зарублена на корню. Это то же самое, как банк не даст человеку кредит с плохой кредитной историей. Здесь абсолютно то же самое, да, семейная история, она дает о себе знать. Все, не сохранила, не сберегла, да, не сбережет и здесь. Или даже хуже еще, сознательно изначально запланировала такое разрушение. Значит, и с тобой так сделает. Все очень просто, ребята, никогда ни при каких условиях, никогда ни для чего вообще не связывайтесь. Близко даже не подходите. Берегите себя и будьте счастливы.